А есть ли у вас какие-то беспокойства по поводу того, что микростратеджи начнёт ассоциироваться с биткоином, а не с вашей аналитической деятельностью и бизнес-аналитикой, которой вы занимаетесь? Не боитесь ли вы потерять вашу идентичность, которая так хорошо работала на вас, по мере того, как вы всё больше и больше переводите свой баланс в биткоин? Знаете, когда компании стали подключаться к интернету, я не думаю, что они беспокоились, что станут только лишь интернет-компаниями. Я не беспокоюсь, что буду биткоин-компанией. Я думаю, что лучшая стратегия для увеличения ценности акций – это подключиться к первой лучшей денежной системе в мире, которой является биткоин. Вы видите, как это делает Square, PayPal. Теперь мы сделали это. Если биткоин продолжит поощрять нас на 100% в год и нет никаких причин полагать, что этого не будет до тех пор, пока центральные банки продолжают печатать деньги, а техническая динамика продолжается, то всем компаниям, включая Apple, Amazon, Google, Facebook, всем им придётся подключиться к биткоину. Любые компании с большими денежными балансами будут вынуждены конвертировать свои казначейства в биткоин. Конечно, если они хотят оставаться платёжеспособными, актуальными и конкурентноспособными. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. В декабре прошлого года я выпустил не один ролик с предупреждением о том, что в скором времени крупные компании мира сего начнут переводить часть своих валютных резервов в биткоин. Причинами этого могут быть рекордные темпы инфляции, беспрецедентные масштабы печатания денег, потеря покупательной способности этих самых валютных резервов, да и просто элементарное желание компании выжить. Об этом говорил и Майкл Сейлор, глава компании MicroStrategy. Вчера цена биткоина почти достигала 50 тысяч долларов, то есть главная криптовалюта выросла на 10 тысяч долларов за полтора дня, что, разумеется, не прошло мимо средств массовой информации. Такой рост случился, потому что Тесла объявила о том, что купила биткоинов на полтора миллиарда долларов, а также анонсировала скорый приём оплаты в биткоинах за свои автомобили. На официальном сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США мы видим этот объёмный и огромный документ, он реально большой, вы посмотрите. Именно в этом документе мы находим информацию о том, что Тесла всё-таки инвестировала полтора миллиарда в биткоин. Это официальная информация, подтверждённая самой комиссией SEC. Весь ютуб прямо сейчас сходит с ума от этой новости. Тонны видеороликов выкладываются на эту тему как у нас, так и на западных каналах. Но почему-то никто не говорит о том, что Тесла инвестировала в биткоин ещё в январе, а новость об этом вышла только вчера. Наталкивает на очень странные выводы. А не попытка ли это просто-напросто разгрузиться подороже со стороны Теслы? Да, Илон Маск делает криптовалюту мейнстримной. Биткоин, доги коин, всё это является объектами для его твиттера. Но хорошо ли это закончится? Каждый человек так или иначе преследует только лишь личный интерес. Но можем ли мы найти среди многочисленных интересов Илона Маска альтруизм по отношению практически ко всей планете? Илон Маск вложил 150 миллионов долларов в доги коин, увеличил это в 10 раз и затем вложил полтора миллиарда в биткоин. Это не первое его родео. Понятно. На самом деле удивительно, как все вокруг стали мега позитивными по отношению к биткоину на фоне таких новостей. Но обычно, что происходит после этого? Дамп цены. Мы видели это уже на примере Ripple XRP. Самый яркий в моей памяти это, конечно же, вот этот памп и последующий дамп. Вот здесь Ripple заявили, что будут выкупать XRP. Цена сразу же выросла. Вот здесь был анонсирован Airdrop Spark. Цена тоже выросла. Но посмотрите, что было потом. На вот это я не буду обращать ваше внимание. Это результат схемы памп и дамп в группах Телеграма. Графики идеально рассказывают, какие новости выходили. Покажите мне графики, я расскажу вам, какие новости были. Криптокиты передвигают миллионы долларов в XRP, а Google тренды для Ripple приближаются к новому историческому пику. Да, несмотря на все проблемы Ripple в США, согласно отчету Ripple и поисковым запросам в Google, XRP не просто сохраняет популярность, но и приобретает ее. Причем речь идет не только об интересе со стороны потенциального розничного инвестора. Мы также говорим и об интересе использования Ripple и его технологий. Например, общий объем XRP вырос примерно в 4 раза по сравнению с предыдущим кварталом. Крупные инвесторы передвигают десятки миллионов долларов XRP, согласно Whale Alerts. Причем, ребята, хочу заострить ваше внимание, что передвигаются эти XRP именно с балансов бирж на неизвестные кошельки. Скорее всего, холодные какие-то. Активность китов происходит на фоне взрыва интереса к XRP в Google трендах, который достиг отметок 2017 года и вроде бы даже немножко выше. Если вы до сих пор не понимаете, как много Ripple XRP уже значит для финансовой системы, то я не знаю, что мне еще рассказывать и сколько видео я должен об этом сделать. Расскажу вам свою жизненную историю. Когда мне нужно отправить деньги в регион, который находится под действием международных санкций, традиционные способы крайне неудобны, а зачастую и вовсе невозможные. Можно было бы отправить эфиры или, например, биткоины, но комиссии очень отпугивают. Да, биткоин хорош для больших транзакций в миллионы долларов, тогда комиссионы кажутся совсем смешными. Но когда ты отправляешь микротранзакции, вопрос комиссии для этих криптовалют крайне болезнен. Особенно, когда сеть эфириума перегружена, а во время роста эфира она почти всегда перегружена. Когда я попробовал отправить деньги риплами, я удивился и скорости, и комиссиям. После этого я почти всегда использую рипл для отправки денег туда, куда обычно эти деньги пересылать неудобно. Достаточно только попробовать самому и понять. И, наконец, переходим к последней теме видео. Я больше не покупаю биткоин. Поймите меня правильно, я не говорю, что продаю биткоин. Я говорю, что я его не покупаю. Ту часть прибыли, которую я получил и которую по плану я должен был зафиксировать, я уже зафиксировал. После всех этих махинаций и спекуляций, около 50-60% криптовалюты в моем долгосрочном портфеле составляет именно биткоин. Теперь вопрос, когда я собираюсь это все продать? У меня есть стратегия, и я собираюсь ее придерживаться. Я поставил себе цель накопить как можно больше биткоинов за период с 2018 по 2020 включительно. И у меня получилось по мере своих скромных сил. И теперь, когда я вернул свое, я говорю прямо и четко. Я не буду продавать биткоины из своего долгосрочного портфеля до тех пор, пока он не будет стоить 100 тысяч долларов. Это моя стратегия. Даже если мы не достигнем 100 тысяч долларов, что, по моему мнению, должно рано или поздно случиться, я готов держать биткоин еще несколько циклов, как я это уже делал в прошлом. Например, я держал биткоин, когда он упал с 20 тысяч до 3 тысяч долларов. И теперь додержался до почти 50 тысяч долларов за монету. Хотя за этот срок у меня было несколько моментов, когда я хотел продать все к чертовой матери и забыть как страшный сон. И именно поэтому прямо сейчас у меня есть большой соблазн продать все за 50 тысяч долларов за монету. Но я уже давно наметил себе план и должен следовать только ему. С 50 тысяч до 100 тысяч долларов я не покупаю биткоин и не продаю биткоин. Но когда он будет стоить 100 тысяч долларов, я начну продавать биткоины. Я не говорю о том, что я разочаровался в биткоине. Нет, я до сих пор считаю его самым гениальным активом столетия. Но в какой-то момент продать его все-таки придется, ведь он будет перекуплен, о нем будут говорить все вокруг. От уборщицы до начальницы. Ну и так далее. Я не собираюсь распродавать все свои биткоины. Я оставлю как минимум 10 монет. Я думаю в будущем моя семья, получившая эти монеты по наследству, скажет мне большое спасибо. А на этом все. Меня зовут богатейший Ди. Очень рад снова записывать видео. Я прям скучал по этому делу. Серьезно. Теперь контента будет опять каждый день и много. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. До скорого. продолжается. До скорой. от podrázки. Примендируйте. И поэтому, я думаю, что у нас есть аргумент, что фейт-лево-сероний, что самое интересное, что у нас есть ироничное, что у нас есть коррекция, что у нас есть коррекция, в факт, превосходится настоящая коррекция. Да, абсолютно. Который, каторый, каторый, каторый. Субтитры сделал DimaTorzok